МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. Здравствуйте. В эфире программа Патруль. С вами Айка Сондар. В сегодняшнем выпуске. Скандальная свадьба, наркотики, ДТП, пьяные водители и многое другое. Поехали. В ту вежу, который день обсуждают скандал со свадебным кортежем. Водители нашумевшего свадебного кортежа, попавшего в ДТП, привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили госавтоинспекции региона. Сотрудники ГИБДД вынесли в отношении водителей кортежа 19 протоколов о нарушении правил дорожного движения, Кроме того, по данным Пресс-службы Республиканского МВД, полиция проводит служебную проверку в отношении сотрудника полиции, на чьей свадьбе и были допущены правонарушения. 1 июня в Козыле был замечен свадебный кортеж из 13 иномарок. В действиях водителей усматривались грубые нарушения ПДД РФ. По информации из социальных сетей, участники кортежа вели себя вызывающие, высовывались из окон, мешали проезду остальных участников дорожного движения. Также пользователи распространили информацию о том, что участниками скандального свадебного кортежа были сотрудники полиции, других ведомств и высокопоставленные чиновники. Грубое поведение на дорогах города не было единственным правонарушением. Так, по дороге одной из машин кортежа Аудио А4 столкнулась с автомобилем Еж. В результате ДТП 35-летний водитель отечественного автомобиля получил травмы различной степени тяжести. Однако об ущербах, полученных второй стороной, история умалчивает. Стоит отметить, что данная ситуация уже получила широкую огласку не только внутри региона, но и на уровне страны. Теперь только остается следить за ходом дальнейшего развития событий. Бои без правил, а в данном случае нападение без причины. На старом кладбище Козелла Неизвестный ударил ножом женщину. Как передает пресс-служба Росгвардии Республики, во время патрулирования к сотрудникам ОВО, находящимся на маршруте по улице Рихарда Зорги, обратились две женщины и сообщили о том, что на территории старого кладбища на них напал незнакомый мужчина с ножом. Сотрудниками было выявлено, что мужчина без каких-либо причин нанес одной из женщин несколько ударов в область живота и скрылся. Нарядом было принято решение вызвать скорую помощь для пострадавшей и оперативно провести проверку в ближайшей территории. По горячим следам недалеко от места происшествия сотрудниками был задержан подозреваемый, подходящий под описание потерпевших. Неспоримым фактом причастности данного гражданина к нападению были обнаружены при нем нож и ножницы со следами крови. Сотрудники ОВО передали задержанного полицейским для дальнейших разбирательств. В Туве сотрудники полиции выявили факт превышения должностных полномочий. Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий в одной из учреждений здравоохранения республики установили неоднокрунтные факты превышения должностных полномочий 54-летней гражданкой, которая, занимая определенную должность, из корыстных побуждений в период с августа 2015 года по октябрь 2018 года давала незаконные указания бухгалтерии учреждений о перечислении на свой банковский счет денежных средств. Стоит отметить, что данные начисления явно превышали сумму ее заработной платы. Так, на протяжении трех лет вышеуказанная гражданка незаконными действиями причинила местному бюджету ущерб на сумму более 90 тысяч рублей. По данному факту, межрайонным следственным отделам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законным интересам общества или государства. В Козырском районе устанавливаются обстоятельства наездов на детей. Днем 1 июня в дежурную часть полиции Козырского района поступило сообщение о ДТП на езде на несовершеннолетнего велосипедиста. Установлено, что 34-летний водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по улице Шахтерская, поселка Кахем, сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии 9-летний мальчик с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Республиканскую больницу. В тот же день около 18 часов напротив дома по улице Комарова поселка Кахем произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода. По предварительным данным установлено, что 29-летний мужчина, управляя транспортным средством марки ВАЗ, сбил 11-летнего ребенка, который выбежал на проезжую часть. В результате ДТП в травматологическое отделение Республиканской больницы был госпитализирован пешеход, 11-летний житель поселка Кахем. Оперативным штабом Республики ТВА проведено антитеррористическое учение. С 29 по 31 мая на территории города Козелла в режиме реального времени совместно со всеми подразделениями ведомственных структур проводились тактико-специальные учения по отработке действий сил и средств оперативного штаба Республики ТВА для пресечения террористических актов. Во время обучения представителям силовых ведомств необходимо было решить задачи в рамках своей компетенции по выявлению членов террористической группы на этапе подготовки теракта. Также оперативным штабом Республики ТВА проведено антитеррористическое учение, захваченное условными террористами объекта на базе Козырского головного водозабора ООО «Водоканал». Кроме того, в программе учения было освобождение условных заложников, оказание медицинской и психологической помощи, обезвреживание взрывных устройств и шторм условных террористов. По итогам тактико-специального учения руководителям оперативного штаба по региону, начальникам УФСБ России по Республике ТВА Александром Кувшиновым была дана положительная оценка участников, которые, по его словам, продемонстрировали необходимый уровень подготовки. В ходе проведения антитеррористического учения нарастание условно-террористической угрозы была проверена слаженность действий всех подразделений объединенной группировки оперативного штаба, их реальная техническая обеспеченность и возможность решать первоочередные и вновь возникающие задачи. Субтитры создавал DimaTorzok свою жизнь и жизнь пассажиров. Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых в жизни удалось спасти, а сколько нет. Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП носит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых, есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способны сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. В Кызыле сотрудниками полиции выявлен факт незаконного оборота наркотических средств в крупном размере. Вечером 30 мая во время проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике ТВ в гараже по улице Лапсанчапа были обнаружены изъяты вещества растительного происхождения с характерным запахом дикорастущей конопли. Следствием установлено, что данные вещества принадлежат 33-летнему ранее судимому местному жителю, у которого изъяли более 500 г наркотических веществ. Из них марихуану весом более 500 г и гашишное масло. По отношению мужчины следователям возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное хранение, изготовление без цели сбыта наркотических средств, совершенных в крупном размере. При проведении допроса подозреваемый дал порезнательные показания. По его словам, наркотическое вещество он собрал и изготовил для собственного отупотребления. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Фигурат помещен в изолятор временного содержания в порядке статей 91 и 92 УПК Российской Федерации. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключение я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефоны редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале Тувинская единая служба информации. Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты.